Точка отсчета, с которой начинается эпоха ядерного противостояния. Я сейчас езжу в местность возле бывшего полигона и встречаю детей, которым, я не знаю, от нескольких месяцев до нескольких лет. Получается, они уже четвертое или пятое поколение идут, потому что они маленькие дети. Среди них много тех, у которых очень серьезные заболевания, включая информации. Или не хватает пальцев, или наоборот на один пальчик больше. И для меня это подтверждение, что и четвертое, и пятое поколение, они тоже, кто-то из них продолжает оплатить цену за то, что произошло уже десятилетие назад. Токжан, спасибо, что вы согласились выделить нам время на интервью. Я знаю, у вас очень плотный график. Я вот хотела спросить у вас. Вот этот мемориал сильнее смерти. Там изображена мать, которая закрывает своим телом ребенка. Вы, когда работали над этой темой на протяжении многих лет, вы наверняка вообще пронесли через себя историю симпалатинского полигона. Какие у вас эмоции вызывает вот этот мемориал? Я считаю, что этот материал очень сильный, и посыл у него очень сильный. И самое главное для меня, как для исследователя, что он даже отражает реальный факт. Факт заключается в том, что женщины и дети, они особенно подвержены влиянию ионизирующего излучения. Но мне также видится в этом мемориале и в этой идее что-то и более такое светлое и сильное. Это желание защитить своих детей и все семьи, с которыми я встречалась, которые живут поблизости от бывшего полигона. Меня очень воодушевляло и вдохновляло то, как, несмотря на все трудности, как родители с достоинством несут эту свою ответственность, как они вкладываются в своих детей и у многих детей с очень серьезными заболеваниями, как они им дают все, что они могут им дать. Поэтому для меня этот мемориал, он очень сильный. Вы работали над книгой «Атомная степь», как Казахстан отказался от ядерного оружия, если я не ошибаюсь, 15 лет. Собирали материал, копались в архивах, встречались с людьми. Что было, какие моменты были для вас самым большим открытием или откровением? Начну с плохого. Хотя я понимала, и до того, как я плотно начала заниматься этой темой, насколько пострадали и люди, и регион, я все-таки до конца не осознавала масштаб. И только когда я уже начала приезжать сюда, когда в 2015 году у меня был шанс пролететь на вертолете над бывшим полигоном, я просто увидела какая-то огромнейшая территория. Территория тут могла бы поместиться, вся Бельгия, то, что было отнято у людей, у Казахстана под полигон. То, как пострадали люди, одно дело об этом читать документы, другое дело встречать их лично, узнавать их, сближаться с ними. Это было очень тяжело. И мне кажется, особенно тяжело, потому что я сама из Казахстана. И для меня, мне кажется, эта тема очень близкая, тяжелая. И это невозможно было никак абстрагироваться. Но мое исследование не было окрашено только в серые и черные тона. Я, допустим, с удовольствием узнавала о тех примерах гражданского мужества, которые были в Казахстане. Я вот несколько приведу примеров, допустим, Ухтара Уэзов, уроженец этого региона. Он еще в 1957 году на антиядерной конференции в Японии делился своими знаниями о том, что здесь происходит, не побоялся. Тут же вот также были очень смелые руководители области. Мухаммед Кали Сужиков в конце 50-х, Михаил Карпенко в начале 60-х и потом уже в конце 80-х Кишин Бастаев. Те люди, которые за свою область болели, писали письма, обращались в вышестоящие инстанции. И еще есть одна очень прекрасная история, которую мало кто знает, но она вообще, я считаю, великолепна. Это история о медицинской экспедиции Института краевой патологии под руководством профессора Бахия Чабарова. Они в течение трех лет, в конце 50-х, приезжали сюда и собирали клинические данные. И они все записывали, не таясь. Они взяли на себя огромный личный риск, потому что это 57-58-59 года, когда советская ядерная программа была покрыта завистью и секретностью. Несмотря на все это, они записывали то, что они видели. А что они видели, это то, что люди болеют серьезными заболеваниями. У животных, допустим, в трупах животных находили стронций. Они также проверяли растительность и почву. И это был один из таких очень ярких примеров гражданского мужества. Поэтому, да, какие-то откровения были тяжелыми, но какие-то давали мне прям чувство гордости. А вот эта экспедиция, расскажите про нее больше. Потом вот эти сведения, которые они собрали, были засекречены, я понимаю, или нет? Они, получается, работали в течение трех лет. Надо отдать должное министру здравоохранения СССР Кавригиной, которая разрешила, поддержала и министру Казахской СССР Коренбаев, его фамилия была. Но, конечно, самая большая роль принадлежит профессору Бахии Ачабарову. Все эти данные были собраны, и машинописанный текст составил 12 томов, огромные тома. Все это, конечно, было засекречено. И в 61-м году в Москве прошла конференция за закрытыми дверями, где наши казахстанские врачи... Здесь я хочу еще вот один такой приятный момент отметить. Когда я смотрела состав этой экспедиции, это настолько приятно видеть полиэтничность Казахстана, потому что в ней были представлены... Вот как Казахстан, он был отражен в фамилии казахский, русский, немецкий, еврейский. Но все они были казахстанцы. И когда они поехали в Москву, конференция проходила за закрытыми дверями. И представители института биофизики, это был орган, который был военного назначения больше, то наши казахстанцы отстаивали то, что то, что они написали, это правда, и нельзя это скрывать. Но вот, получается, представители, которые имели более честную связь с военными, они пытались наших ученых выставить в том свете, что у них неправильная методология, что наши люди болеют из-за того, что... Только из-за того, что у них авитаминоз, и они живут в плохих условиях. И наши врачи говорили, что да, мы там признаем, что где-то витамина С не хватает, но его не хватает во всех регионах, а тут люди болеют гораздо больше. Но эти смелые наши врачи, вот из Института краевой патологии, они как могли отстаивали. Экспедицию под давлением Москвы закрыли после трех лет. И эти данные, их рассекретили в Казахстане только в 90-х. И сейчас они доступны в архивах Академии наук. И они представляют огромную ценность, потому что для исследователей это единственное исследование полное клинических данных того времени советского периода, которые собраны. И вот еще в политическом плане, мне кажется, этой экспедиции, ее результаты сыграли свою роль в том, что это был как раз тот период, когда основные ядерные державы, они вели переговоры по возможному запрещению испытаний в атмосфере. И вот как раз в 63-м году был этот договор подписан. И мне кажется, у меня нет подтверждений, но я думаю, что эти данные тоже свою роль сыграли в том, что атмосферные испытания все-таки были запрещены. Вот вы сказали засекретили. Вообще сейчас есть какие-то сведения о полигоне, которые до сих пор засекречены? И много ли их? Я уверена, что многие данные до сих пор недоступны, к сожалению. Но по тем данным, которые доступны в наших архивах, этой информации достаточно, чтобы сделать выводы. Но очень много белых пятен. Допустим, в архивах я находила документы 50-х, 60-х, потом 80-х, 90-х и так далее. Но я не нашла ни одного документа с 70-х годов. А что происходило в 70-х годах? Не знаю, но пошли подземные ядерные испытания. Да, может быть, это случайность. Потому что нельзя сказать, что с 50-х и 60-х все есть. Но просто вот есть документы, они появляются или в сборниках, или просто документы. Да, вот какие-то куски прям отсутствуют. И это заметно. Знаете, Токжан, у меня отец рассказывал, когда я была еще маленькая, что в детстве он с друзьями бегал смотреть на ядерный грипп. И как я поняла из его рассказов, он не был сильно шокирован, когда узнал, насколько это было опасно и вредно. Вообще, как испытания преподносились людям? И как в итоге открылась правда о влиянии на здоровье? С самого начала было очень долго секретности. Допустим, перед первым испытанием даже те, кто были задействованы в испытании, им запрещалось говорить слово «атом», «семипалатинск», «полигон». И, конечно, местному населению или местным руководителям ничего не сообщалось в плане каких-то деталей. Ну, они, конечно, знали, что это что-то военного назначения, но без деталей. А местное население точно так же. Они понимали, что что-то происходит, но они не знали, что точно. Но из-за того, что атмосферные ядерные испытания не такие опасные для здоровья, очень наглядные примеры того, что что-то происходит не то, начались очень быстро. Люди начали болеть, заболевать различными заболеваниями крови, кожи, и потом начались онкологические заболевания. Поэтому, да, вот насколько я знаю, что людей особо не информировали. Единственное, перед какими-то более мощными взрывами иногда предупреждали. Это уже чуть позже было, в 50-х начали предупреждать. И вот тут тоже интересно. Иногда людям говорили выходить на улицу. И для меня вот это непонятно, потому что, когда ты находишься на улице, если это атмосферное испытание, то ты еще больше находишься в уязвимом положении. Мне кажется, что военные не хотели, чтобы были какие-то более явные повреждения. Допустим, если упал, да, там кусок потолка или стекло разбилось, то ранения, они видны сразу. И поэтому вот перед какими-то испытаниями людям говорили выходить на улицу. Поэтому, мне кажется, люди знали, что что-то происходит, но они не знали, что точно. Ну и, конечно, я видела по документам, что довольно быстро было понятно, что ядерные испытания негативно влияют на здоровье людей. Но это никак не остановило испытания, к сожалению. И я считаю, что это огромная боль для всей нашей страны, что испытания продолжились 40 лет. Официально когда было признано впервые, что это негативно влияет на здоровье? Вот чтобы в публичной сфере, то была конференция в 89-м году. Это, получается, уже началось антиядерное движение. Уже стало известно, что даже при подземных испытаниях могут выйти на поверхность радиоактивные газы. Получается, 89-й год, уже перестройка, гласность. И тут проходит одно испытание, при котором идет сильное загрязнение. И представители военного городка в Чагане, не Курчатова, а Чагана, они подтвердили и главе области Бустаеву. Информация дошла до Ужаса Сулейменова. И уже начинается с февраля 89-го года антиядерный этот контекст. И тогда, по-моему, в июле 89-го года проходит первая общественная конференция по ситуации в городе Типалатинской области, где очень много спикеров было, как из Казахстана, так и из России, где впервые начали обсуждаться какие-то медицинские факты в открытом доступе. Все газеты про это печатали. Официальное признание – это тоже, знаете, сложно ответить на этот вопрос, потому что военно-промышленный комплекс знал с ранних лет. И в каких-то своих секретных документах, это все в архивах сейчас видно, там есть прямо черно-по-белому записано, что удельная радиоактивность, допустим, зерна на одном из складов Семипалатинска превышает норму, в Восток это раз. Но в то же самое время те же самые люди, которые были в той же самой группе, которые делали эти исследования, они писали местным властям, всемипалатинские, что ничего, не волнуйтесь, все у вас там в норме. Поэтому, видите, это вот такое вот… Что такое официальное признание? Это когда официальные лица знают или это когда официальные лица объявили? И поэтому знали гораздо раньше, а в общественную сферу все это вышло только вот в районе 89-го года. Нашли ли вы для себя объяснение этому обману? Для советского правительства приоритетом было вначале догнать Америку, потом началась гонка вооружений. И получается, вот тут тоже вот для меня, как для исследователя, очень важно делать нюансы в том, как мы обсуждаем это, потому что вот, ну, иногда есть дискусс, что специально хотели истребить казахов там и… Нет, никто не хотел специально истребить казахов, а факт в том, что никого не волновали не только казахи, но и все те, кто здесь жили. Была военная цель, и цена, которую платили люди, их не волновала. Вот, мне кажется, вот в этом нюанс. А секретность объясняется тем, что, да, не хотели, чтобы знали о негативном влиянии, очень боялись еще, в принципе, любой утечки информации, потому что боялись шпионажа и всего такого, что именно Советский Союз делает, какие у него мощности и так далее. Вот вы сказали, что люди, ну, довольно быстро увидели, как влияет это на их здоровье. Как они реагировали? То есть вы брали интервью у многих обычных людей, которые жили, потомков. Как они реагировали? Они пытались уехать, они пытались задавать вопросы или что-то еще. Вот есть интересные данные. Ирония в том, что сейчас это все очень полезно. В то время КГБ, они перехватывали письма обычных граждан, которые шли из Семипалатинска. И теперь вот мы можем в архивах увидеть отчеты комитета того времени и по этим письмам создать представление о том, что чувствовали люди, что они планировали. И в этих письмах, эти письма, получается, где-то 60-е годы. И там многие из них жалуются своим родственникам или друзьям, кому они писали письма, что у нас очень тяжелая ситуация, что-то все болеют, постоянно трясет нас. Дети ходят вялые, с синяками под глазами. И вот что вот есть такая тенденция в этих письмах. Те люди, которые были не казахской национальности, а этничности, они писали, что мы хотим вот уехать в Украину или еще куда-то. Получается, что у них было кому уехать. И да, и многие хотели уехать. Вот такая была реакция. И получается, казахам особо было некуда уехать. С другой стороны, когда я ездила по аулам и селам возле полигона, потому что даже и сейчас тяжелая ситуация, больше даже в социально-экономическом плане, и если их спрашивать, почему вы никогда не переехали, почему вы остаетесь в карауле, в Кайнаре, в Саржале. И многие семьи говорят «Туханжер», потому что это родная земля, это там, где похоронены предки. Я это очень сильно понимаю. И вот, наверное, шанс сказать, что мне кажется, очень важно, чтобы мы сами не воспринимали эту землю, как только землю, подвергшуюся ядерным испытаниям, как землю, которая пережила столько боли. Потому что эта земля, она гораздо больше. Это земля, где родились такие прекрасные люди, которые столько дали нашей нации. и мы видим всю красоту и все эти слои культуры и цивилизации. К слову, земля, как вы считаете, вот эти последствия экологические, последствия на здоровье, которые отразились на земле и на людях, они когда-нибудь пройдут полностью? Я могу только сказать насчет того, что я читала и что я вижу своими глазами. Первое, это если смотреть исследования семейского института радиационной медицины и экологии, то они с уверенностью утверждают, что второе, третье поколение от людей, которые были облачены, особенно на более высоком, получили более высокую дозу, что явно у них тоже повышен, у второго и третьего поколения повышенная смертность, повышенные заболевания онкологическими, повышенные онкологические заболевания. Но когда вот я сейчас езжу в местность возле бывшего полигона и встречаю детей, которым, я не знаю, от нескольких месяцев до нескольких лет и получается, они уже четвертое или пятое поколение идут, потому что они маленькие дети и среди них я просто сама видела, что много тех, у которых очень серьезные заболевания, включая деформации, там, что или не хватает пальцев, или наоборот на один пальчик больше, и для меня это подтверждение, что и четвертое, и пятое поколение, они тоже кто-то из них продолжает платить цену за то, что произошло уже десятилетия назад. У нас сейчас обсуждается вот уже ядерная тема, но уже мирный атом. Да. Как вы относитесь к этому вопросу? Я не против атомной энергетики в мирных целях, вот, ну, как технологии. И мне кажется, очень важно вести разговор по этим вопросам с пониманием того, что ядерная наука, ядерные технологии дают очень много и хорошего, потому что, не знаю, там, лечиться от рака нужны медицинские радиоизотопы, какие-то процедуры в медицинской сфере, даже в сельском хозяйстве есть использование ядерных технологий. я не энергетик, чтобы сказать, что Казахстан должен делать и нужна ли на самом деле вот именно Казахстану атомная энергетика. Это должны обсуждать те, которые являются специалистами в этом вопросе. Ну, как человек, работающий по вопросам ядерной безопасности, ядерной политики, то, конечно, у меня много вопросов, которые, мне кажется, правительство Казахстана должно решить или знать, как на них ответить до того, как начать весь этот процесс. Я просто вот несколько упомяну. Конечно, любое строительство атомной электростанции, это означает, что должны быть соблюдены самые высочайшие стандарты по безопасности. И очень важно, чтобы были и специалисты, и ресурсы, и чтобы население могло верить своему правительству. На данный момент оно не верит, это тоже, да, я считаю, правительство в какой-то мере не заслужило это доверие, и это над чем надо работать. Более широкие вопросы, такие как коррупция, допустим, что одно дело не достроили ЛРТ в Астане, и оно там сейчас стоит из-за коррупции, а другое дело, если Казахстан начнет этот огромный проект, в котором очень важно, чтобы все соблюдалось на самом высоком уровне, а коррупция может привести к тому, что где-то что-то будет не так выполнено, да, не стандарты, может быть, или вдруг это все остановится. Есть страны, я вот занимаюсь в Бразилии, там третий реактор уже десятилетиями стоит в полупостроенном состоянии, и это никому как бы не нужно. Самое главное еще то, что я надеюсь, я уверена, что правительство Казахстана это хорошо сознает, выбор партнера безумно важен, потому что строительство АЭС означает то, что вы будете с этим партнером, с этой страной на ближайшие 30-40 лет вы должны быть в одной связке, да, и я считаю, что очень важно помнить, что страна, у которой есть военное присутствие на гражданском ядерном объекте другой суверенной страны, и страна, чьи дочерние компании основного потенциального партнера уже находятся над санкциями, это может быть не самый лучший выбор для Казахстана. Ну и, конечно, там вот и по отходам тоже вопрос перманентного финального захоронения отработавшего ядерного топлива, это вопрос, который ни одна страна еще не решила. поэтому, в общем, очень много и технических вопросов, и политических, и геополитических, и, мне кажется, весь этот опыт сейчас покажет, как выстроится или не выстроится доверие между правительством и населением. Уточню, вы имеете в виду Росатом, да? Да, да, сам Росатом не находится под санкциями, но его дочерние предприятия находятся под санкциями, да, и если кому-то было непонятно, что я имела в виду, российские войска находятся на объекте Запорожской АЭС Украины, и этим Россия создает ядерные риски, и мое мнение такое, что она не должна быть сейчас рассматриваться как один из потенциальных партнеров в данной ситуации на данном моменте. Вернемся к полигону. Момент закрытия. Почему? Какие факторы сложились к тому, чтобы все-таки полигон был закрыт? Если вот макрофакторы упоминать, то это, конечно, то, что ситуация на уровне Советского Союза менялась, то, что пришел Горбачев к власти, гласность, перестройка, разрешили общественные объединения, помимо коммунистической партии, поэтому экологические движения, их сознание было возможным, это то, что происходило на уровне Советского Союза. Сам Горбачев не был заинтересован в гонке вооружений, он, в принципе, не очень уже хотел, чтобы испытания продолжались, но военно-промышленный комплекс советский был очень сильный, и Горбачев бы один сам не смог остановить это. Но в Казахстане происходили очень важные изменения. Получается, вот в 80-х шло как будто бы возрождение национальной идентичности, было возвращение к каким-то, знаете, произведениям, которые были важны для казахской культуры. Кожебек начали ставить, переводить заново, и это только один из примеров. И мы еще должны не забывать, что 86-й год, Чернобыль. А потом вот то, что бы я назвала, то, что я назову последней каплей, для Казахстана это стало подземно-ядерное испытание 12 февраля 89-го года. Как вот я уже упоминала, что в тот момент гласность, перестройка, уже дисциплина не такая была, и поэтому военные из городка Чаган, они не стали скрывать, что да, вот их там счетчики или аппаратура показывает, что есть загрязнение. Даже если военные, которые были связаны непосредственно с полигоном, отрицали, но все равно эта информация вышла. И тут вот тоже фактор личностей, Киши Бостаев здесь, Сулейменов с антиядерным движением, Назарбаев, конечно, тоже большую роль сыграл, но самая-самая большая роль принадлежит народу. Вот просто людям, которые ходили где-то там, в карауле, в семье, в Алматы, это вот те люди, которые были на улицах, которые были во всех этих маршах. И для меня эта история тоже очень такая воодушевляющая, когда разные компоненты Казахстана, и республиканская власть, и местная власть здесь, и люди, и вот движение, которое было такое прям, как гражданское общество поднялось, все это сыграло свою роль, что это стало возможным. Прямо каждый месяц имел значение, и благодаря протестам, антиядерному движению, последнее испытание произошло в октябре 89-го года. получается, фактически уже с конца 89-го года полигон молчал. Да, и вот это тоже немножко такой пробел, потому что мы недостаточно говорим о роли людей, о роли антиядерного движения, да, и то, что без людей, это было бы невозможно. Как вообще собиралось это антиядерное движение? Получается, в первые дни, но это все по воспоминаниям Сулейменова. Когда до него дошла информация об этом испытании, чтобы был выход радиоактивных газов, получается, что он позвал неравнодушных людей прийти в дом писателей в Алма-Ате, и тысячи людей пришли, они даже все не поместились, потому что в зале только 400 людей помещалось, и вот когда разговаривала с теми, кто присутствовал в тот момент в этом зале, они говорили, что это была просто такая наэлектризованная атмосфера, потому что там были выступающие из Симпалатинска, и там и врачи, вот одна врач, которая принимала роды, вот я не знаю, она или из сельской местности, или из самого города, рассказывала о том, что из 12 новорожденных 6 рождались или с Дауном, или с какими-то еще физическими отклонениями, и там, да, мне кажется, очень много эмоций было в тот день, и вот по воспоминаниям Сулейменова, что это именно в тот день, когда было принято решение что-то такое более формальное создать, и в первые дни движение назвали просто Невада, даже без Симпалатинск, изначально, насколько я понимаю, лидеры движения видели его как глобальное движение, что это было не только про закрыть Симпалатинский полигон, а идея была, что вообще, чтобы запретить испытания во всем мире, они хотели, мне кажется, чувствовать себя частью более глобального движения, потому что в Неваде были уже свои активисты за мир, и вот в последующие пару лет, когда шло активное противостояние здесь, в Казахстане против ядерных испытаний, очень много было взаимодействия именно с международным сообществом, с активисты приезжали из Америки, Канады, пострадавшие из Японии, активисты из России, в общем, и было такое, знаете, взаимное воодушевление, потому что вот иностранцы, они говорили, для нас вообще было что-то такое уникальное, что мы были вот в Советском Союзе, в Советской Республике, и тут люди так массово протестовали, и что у них что-то получалось, а для наших тоже была большая поддержка, то, что они могли ездить в Америку, набираться опыта у активистов там, так что это было какой-то прям хорошее время, мне кажется, которое давало всем силу. Как вы считаете, вот эта вот история Симпуатинского полигона, она отразилась в общественном сознании народа Казахстана или нет? Всего Казахстана? Знаете, с одной стороны, вот когда вот сейчас мы обсуждали потенциальное строительство атомной электростанции, то часто это упоминается, и такое ощущение, что да, травма, она как бы сильная, и что люди помнят, знают, что она оставила очень сильный след. С другой стороны, мне кажется, недостаточно, все-таки недостаточно какого-то более глубокого знания, недостаточно люди знают ни про антиядерное движение, ни про то, что происходило или происходит в регионе. Я считаю, что недостаточно казахстанцы считают симпалатинскую историю частью своей общей истории. как будто бы это что-то, что существует немножко отдельно, то есть какая-то стигма, что если молодежь из семьи едет поступать в другой город, в университет, то сокурсники могут какие-то совершенно неадекватные шутки делать и так далее. Что-то, мне кажется, на поверхности в общественном сознании, конечно, отложилось, но вот такого какого-то глубокого знания, понимания, эмпатии, возможно, мне кажется, пока еще недостаточно и мне кажется, это та тема, которую еще нужно вот как-то прорабатывать, что ли, на уровне именно общества, чтобы было больше, больше понимания того, что произошло тогда, потому что пока мы свое прошлое не поймем, тяжело нормально двинуться в будущее. Субтитры